Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем юбилей знаменитого русского художника Виктора Михайловича Васнецова. Исследуя истории своего отечества, художник обращался в основном к фольклору. Чаще всего он свои идеи доносил до народа посредством изображения прекрасных героинь-царевин. Былинна. Сказочная картина. Три царевны подземного царства. В основе сюжета этого живописного произведения лежит сказка об Иванушке, спустившемся в подземное царство в поисках своей матери. Там он повстречал трех прекрасных девушек, воплощавших с собой богатство земных недр, спрятанное человека, золот, драгоценный камень и медь. Правда, образ девушки-меди художник поменял на уголь, олицетворяющий энергию тепла и движения. Этих сказочных царевин и вывел из подземелья на свет Божий Иван. Надменная девушка-золото, как и положено, изображена в блестящем парчевом наряде и кокошнике, отделанном розовым жемчугом. Драгоценный камень стоит в бордовом, расшитом сапфирами, изумрудами и яшме-сарафане с тяжелыми массивными украшениями на груди и волосах. А девушка-уголь, в отличие от своих сестер, представлена простоволосой и в строгом черном платье. У нее нет в руках белого шелкового платка, как у других царевин, потому что она не барыня, а работница. Над головой вьется голубоватый язычок пламени. Унылый скалистый пейзаж, на фоне которого стоят царевны, написан плоско, словно является театральным задником. Однако портретные женские образы психологичны и выразительны. Картина «Царевна-лягушка» Это еще один сказочный сюжет, в котором сквозит едва уловимое отчаяние. Царевна, сбросившая лягушачью кожу и одетая в расшитое зеленое парчевое платье, иступленно танцует, в то время как гусляры и балалайчники увлеченно играют на своих инструментах. Девушка находится в расписном красном тереме и со всех сторон окружена различными оттенками этого цвета, который присутствует даже в одеждах музыкантов. Она стоит спиной к зрителю так, что ее танец как бы направлен в сторону открытого пространства террасы. Там, вдалеке, на другом берегу реки, видна деревня и народные гуляния у воды. Летящие в небе гуси-лебеди, склонившие свои длинные шеи в сторону царевны, наполняют атмосферу безудержного веселья, драматизмом и тревогой. От картины веет праздничной, волшебной атмосферой. Она поражает своей красочностью и нарядностью. Утонченность деталей и элегантная прорисовка образов подчеркивает красоты сказки и древних русских обычаев. Полотно «Спящая царевна» Художник писал картину почти 40 лет. Яркая, подчеркнута декоративная картина демонстрирует царскую открытую беседку, погруженную в колдовской сон. Богатая орнаментика, роспись и колонны, отделка внутренней части покоев не позволяет усомниться в том, что хоромы принадлежат именно государю. Вокруг прекрасной царевны, замерзшей в неловкой позе на кровати, суетилось множество слуг. Но и они под действием чар свалились, кто на пол, кто на скамью. Самая юная прислужница спит на гигантском издании «Голубиной книги», что придает картине символический смысл. По сюжету сказки известно, что главная героиня в этот момент готовилась к бракосочетанию. Поэтому можно видеть и нанятого для увеселения гусляра, и шута, и дрессировщика с ручным медведем. Но все эти гости погружены в забытьем. Из окон покоев видно, что даже природа застыла в безветрии. Могучие дубы и деревья, вплотную стоящие у беседки, охраняют зачарованный царский двор. Картина «Царевна Несмеяна» относится к позднему периоду творчества знаменитого живописца. В центре композиции находится девушка, сидящая на высоком троне. Вся ее поза отражает отрешенную печальную задумчивость. Ее лицо печально, взгляд устремлен вдаль. Одна рука подпирает голову, а вторая устала, опущена вниз. Справа от нее находится веселящаяся толпа. Приглашенные женихи из дальних мест, слуги, простой народ, дворцовые скоморохи, гусляры. Все они пытаются развеселить героиню. Множеством художественных приемов передает Воснецов пропасть между главным персонажем и остальными. Фигура царевны расположена на некотором возвышении от остальных, причем даже не по центру, а несколько левее. В отличие от второплановых персонажей, царевна изображена в статичной позе. Некоторые исследователи творчества Воснецова предполагают, что данным произведением автор пытался передать положение России в настоящий момент. Царевна сидит на троне, сделанном из слоновой кости, который по народной традиции символизирует центр мира. На заднем плане видны древняя роспись фресок, изображения языческих идолов, украшающих колонну. Славное прошлое отражают нарисованные на заднем плане два всадника на белом и вороном конях, которые съехались на славный бой. Слева от героини синеет даль, а полосатая колонна напоминает русскую версту. Это богатое по цвету полотно объединяет в единое целое два крупных тональных акцента – белое платье царевны и алая рубаха скомороха. Творчество Воснецова, подчиненное закону древнерусской красоты, является важным этапом развития направления в национальном искусстве, называемого неорусский стиль, из которого впоследствии возник модерн. Созданные им произведения являются национальным достоянием, отражающим героизм и душу русского народа. Спасибо за внимание.